Рабочие поездки по муниципалитетам округа продолжает главный полицейский Чукотки. На сей раз он посетил административные центры Чукотского и Провиденского районов. На местах оценил работу личного состава и пообщался с населением. Подробности далее. Первый населенный пункт, который посетил начальник регионального управления МВД села Лаврентия. Здесь, осмотрев условия работы сотрудников и посетив каждый кабинет, Александр Смирнов встретился и пообщался с активом района Ассоциации коренных младчисленных народов Чукотки. Претензий к полицейским активисты не имеют, а наоборот отметили, что между правоохранительными органами и общественниками давно налажено тесное взаимодействие. Все проблемы решаются в штатном режиме. Кроме того, регулярно проводятся совместные профилактические мероприятия. Однако указали они на серьезную проблему – отсутствие жилья для приезжающих в район на службу полицейских. Мы вопросы эти поднимаем, но, к сожалению, с ограничением финансирования они сейчас не решаются. Мы решаем вопрос о строительстве дома жилого в Амадаре. Построить здесь дом жилой, конечно, можно, но… Нет, но здесь это же все равно, это же учитывается и поселок, и как бы… Это было бы хорошо. Да, согласен я с вами, что это было бы хорошо. Что если вы закупали? Все упирается в финансирование. Проблема жилья на территории района стоит особенно остро, но администрация идет навстречу и старается обеспечить жилыми помещениями нуждающихся, в том числе вновь привыкших сотрудников полиции. Решить квартирный вопрос можно и за счет привлечения на службу людей из числа местного населения. У нас такая проблема не только в полиции, у нас во всех отраслях не хватает специалистов. Стараемся, да, чтобы свои учились, возвращались. У нас в администрации тоже практически 80% клиентов работают, поэтому мы стараемся, конечно, жилем, обеспечивать. И полиции помогают на улице, ж не останутся они. И поэтому в этом плане мы как бы решаем вопрос. Надеемся, что сейчас строительство у нас началось, видели, наверное, строится, что в дальнейшем он, конечно, обеспечил всех нуждающихся. Также начальник управления полиции провел личный прием граждан. На волнующие вопросы все получили компетентные ответы. Завершив работу в Чугодском районе, Александр Смирнов отправился в городской округ проведения. При посещении УВД он проверил работу ИВС в дежурной части и соблюдение учетно-регистрационной дисциплины. При приеме заявлений и сообщений от граждан пообщался с участковым. Обзорников у нас 6 человек. В 8 районе формальников 8 человек. В подрении 28 состоит. Из них родители 28 детей. У Синия 27 человек, 6 дебошеров. А это несовершеннолетние совершения у вас поступают? Нет. Посетил Александр Смирнов иммиграционный отдел. Кто у нас на страны граждане? С иностранными гражданами. У нас их мало. 9 человек у нас по видам на жительство. Нарушений нет. Мы по фамилиям знаем. В поселке Проведение также прошла встреча с районной общественной организацией населения. После Александр Смирнов поручил подчиненному личному составу усилить присутствие наружных нарядов в период выходных дней. За 4 месяца службы на Чукотке главный полицейский округа уже побывал в Певеке, Биринговском, Лавренции и Проведение. Знакомство с территорией продолжается. Александр Смирнов намерен побывать во всех муниципалитетах региона. Анна Мартяшкина, Татьяна Микибаева, Вести, Чукотка.